Мы не можем ни форточки открывать, тут такой запах стоит. И вот это всё летит. Вот это красиво разве, вот это вот. Огромные развалины, куча мусора и ужасный запах. Когда-то это был жилой дом по адресу Г6. Его жители не так давно переехали в многоквартирные дома. Теперь у этой деревяшки одна судьба – снос. Соседи обращались, сказали, что на протяжении месяца разберём, и это уже длится больше месяца. К середине мая это уже и самодолжны были, и вот всё никак. Потому что на 9 мая сносили, и потом всё, и сама прекратилась. Отовсюду торчат гвозди и палки. По словам местных жителей, здесь, в этом разрушенном здании, играют дети. Кроме того, сюда выбрасывают мусор дворники. Пустые бутылки, коробки и другой бытовой мусор. Полуразрушенный дом выглядит как огромная свалка, причиняющая неудобства жителям соседних домов. В управлении ЖКХ говорят, чтобы снести дом, законодательство предусматривает ряд процедурных мероприятий. И только потом выносится постановление о демонтаже строения. А пока вынуждены были умышленно обрушить дом, чтобы он не представлял угрозу для незваных гостей. На прошлой неделе вышло постановление администрации города Урая о сносе данного дома. Поэтому мы со своей стороны сегодня в оперативном порядке, в соответствии с процедурой, которая предусмотрена 44-м федеральным законом о муниципальных и государственных закупках, внесли изменения в план график. И в соответствии со всеми процедурными мероприятиями предполагаем, что заключение муниципального контракта с выбранным подрядчиком будет примерно в 20-х числах июля. Ну и в течение недели, с момента заключения контракта, эта работа будет выполнена. Пока жителям этого района придётся потерпеть. В управлении ЖКХ заверяют, к концу июля работы по окончательному сносу деревяшки будут выполнены. Светлана Лисовская, Александр Кашкин. Специально для новостей.